Ребёнок сейчас у меня есть. Вы представляете, всё, личный ребёнок. Хорошая, да, сразу? Какая большая, красивая девочка. Вот такую бы, да, где-то уже взять. И чтобы, знаешь, чтобы через год она сказала, мама, я поступаю на бюджет. Она пошутила. Это Валина. Валина дочь, это Алиса. Это Валя, это Алиса. Знакомьтесь. Девочки пришли в гости. Я вам говорила, да, что Валя приедет. Вот. А вы говорили, мои одноразовые подружки. Да. Уже как минимум двухразовая. И более того, ты уже с людьми-то столько уже пройдено. Сколько пройдено. Сколько видео закрыто. Выложено, а потом закрыто. Ё-моё, ё-моё. Кто-то не вынес всё-таки комментариев. Да. Это была я, наверное. Читала, да? Читала. Расстраивалась, если честно. Потому что несправедливо обвиняют, некрасиво люди себя ведут в комментариях. Но, с другой стороны, это опять же говорит о том, чем они наполнены. Да, 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 абсолютно. Короче, мы же собирались ехать в Кыргаджак. Случилась непредвиденная ситуация. Девочки поехали в больницу. А ко мне приехала Валя. Видите, как всё. А что ты убираешь? А что ты убираешь? Мы уже... Пустые бутылки на столе стоять не можем. А, ну понятно. Мы разлили... Это Black... Кто? Это Black Daniels. Black Daniels? Нет, Black Label. Black Label. Я-то не разбираюсь в алкоголе, поэтому... Да. И мы сварили ещё себе кофе. У меня рюмок-то ведь у Христовой нет. Мы сварили себе кофе. Я достала всё, что у меня есть в холодильнике. Алиске предложила сетляч. На ночь как-то отказалась от рисовой каши. Как-то, видимо, мать лучше варит. Вот эти вот червячки ей зашли. Я прям знала, что как-то придёт Алиска. А, Алиса! Алиса! А ну? Ого! А ну? Вот тут дедик. Посмотри, тут сколько она бита. Мы кофе тебе не предлагаем, потому что пей воду. У нас детских напитков нет. Вот воды-то целый кувшин. У нас детство... У нас ракны ещё нет. Не тягаю у тебя рыбу. Я думала, она страдает без ума. Олеся привезла. Олеся привезла. А мне и Валя привезла. Я же всем заказала. Это самарская рыба. Это самарская рыба. Самарская рыба. Да. А почему мы там её положили на солнце? Ты не знаешь? Я принесу. Валечка, вообще у Олеси я заказывала 5 вобу. 5. Олеся привезла 25 килограмм. Кто виноват? Вот. Вот, Валечка, всё строго по инструкции действует. Потому что у меня остальное бы не поместилось. Да, конечно. Охуеть. Охуеть. Сапа. Сапа это? Я сейчас переберу её, чтобы уберу этот... У меня есть... Чтоб не испортилось. Дай-ка выпьем за нос. Давай. Ну, почему тебе не подолады? Хе-хе-хе. С утра начи... Ну, как с утра? Уже не день. Обед. Обед. Уже не день. Уже... Посмотри, как это. Нам на отдыхе можно. А у меня всегда отдых? Ну, а у меня не всегда поэтому. А сейчас, подожди, а сейчас вы уедете, и у меня тоже будет мне отдых. Я с 27 октября заканчиваю пить, потому что у меня то ребята то из Эстонии приезжают, то 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 сё, и я сама уже устала. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Сейчас девочки съездят к доктору, посмотрим, как они. А это почему ложку-то не было арбуз? Чистил? Нет, я не буду спрашивать. О, сладенький? Нет, не хочу. А ты вот погляди, вот посмотри, вот это мои любимые шоколадки. Вот это очень вкусно. Это положи с собой. Бери, бери. Бери, складывай с собой, пока дают. Ну, тут орешки. А вы любители, знаешь, в Турции покушают эти штучки. Валя, покажи шорты. Ты реально? Ты в этих шортах? В каких в этих? В этих шортах приехала, да, вот? Да, что нельзя? Красавица ты моя, красавица. Подождите, подождите, я теперь верну камеру. Бери, тебе можно, ты понимаешь, что ты красивая женщина? Тебе можно. А тем более, это же тренер по плоским животикам. Свой курс, между прочим, у нее в Инстаграме. На самом деле, просто честно, мне скоро уезжать, и я боюсь, что я загорю вот по этим шортом, это ужасно. Еще раз покажи шортики. Что ты в моем шорте? Вот, 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 вот. А я им же, вручем, вот это вот лицезрею, вот это вот, вот это вот зависть моя. И лицезрею каждый день в Инстаграме Valencia Go. Вот это вот открытые штучки. Я знаю. Слушай, это Алисский оставь. Это Алиски. Вот и Алиска дала шоколадки, он что есть, то есть. Пойдем на балкон? Пойдем. Пойдем. Алиса, валяйся на диване. Конечно, я тебе не дала в крестовую. Я видишь, Валя, я сама без сахара пью, и я забываю его. Забываю про него ставить его на стол. На, вот, а ты, ты кофе ложила. Алиски, ничего не надо. Ребенок зажратый. А ты вот, Алиса, не оценила, вот это вот есть, этот фруктовый бар, вот тут вот есть. Ты бы посмотрела, что тут есть. Включай телек. Вот тут конфет. Я все Алисе показала, я не знаю. Она отказывается, девка-то, от всего. Она худышка, как мать. Посмотри, я тут настирала. Умничка. 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 Плохо, да, что без Юли приехала? Да, да. Вообще. Да. Работает. Работает. Я знаю. Мы же общаемся в Инстаграме. Ты сумку здесь покупала? Нет. А, да. Здесь? Когда? В этот раз? Да, вот прям. Я у тебя в сторе-то видела ее. Да. Ну, она, конечно, не кожная. Я просто взяла чисто вот на пляж ходила. И чисто на пляж, и она очень красивая такая. Такая аккуратненькая. Сколько стоит? Наверное, 9 долларов. Ты торгуешься? Нет. Никогда. Никогда не торгуешься. Вижу, цену беру и говорю. Они мне говорят, ну, тогда я скидку делаю. Ну, хорошо. Ну, все, сделают, сделают. Я не торгуюсь. Ты понимаешь, что они закладывают? Я тоже не люблю. Да. Они закладывают две цены. Пусть я как будто им оставила чайные. Вот так вот. Шикарная женщина. А я, знаешь, Валя, я не могу платить больше, если это стоит меньше. Я понимаю, что это стоит копейки. Я так могу торговаться, если я занимаюсь стройкой. Вот я любительница в этом плане. Эта женщина построила дом. Вы не представляете, что она делает. Она откосы, плитка. Что это такое? Опалубку, дорожки, паркет с сестрой кладет. Я, блядь, смотрю в инстаграме, я просто охереваю. А куда деваться? А куда деваться? Потому что, во-первых, это стоит огромных денег. И делают еще и испортят. Заработать сначала я, ну, понимаешь, она сначала заработать на материал. А потом, когда работа стоит столько же, сколько материал, а порой и больше, ты думаешь, господи, может, я сама как-нибудь. И как оказывается, что если-то, в принципе, иметь ручки не изжаркой, то можно делать все самой. Да, можно делать, конечно. Конечно. Люди спросят, почему я раненый в рот? Да потому что у Вали... Зараза вышла, слава богу, наружу. Слава богу. Немножечко подпростыла, совсем чуть-чуть, но уже остаточный эффект. Я, кстати, хочу сказать, что в Турции у меня вообще это впервые. И знаешь, как это прошло в три раза быстрее. То есть у меня за ночь скачало сразу, раздуло все. Но мы, видишь, как сказать, причину-то мы знаем. Мы не будем ее озвучивать? Мы не будем знать. А причину мы знаем. Нет, это не венерическое заболевание. Хейтер, можете, блядь, не упражняться в своей. Хейтерпес есть у 90% людей, поэтому сейчас сразу. Да, да, да. И как хорошо, что он вылез наружу. Валя, как хорошо, что ты не внутри. А я сейчас смотрю, у нее инстаграм, она там такая, у меня губы разнесло. Думаю, вся, Валя, радуйся, радуйся, блядь, что это, что это вылезло все наружу. Какие вы красивые, да? Прям ладненькие. Да, ладненькие. Ладненькие, да. А ты помнишь, мы с тобой снимали видео, я запомнила со сковородкой. Да. Боже мой, какая я красивая. Я думаю, я запомню, это буду каждый раз тебе говорить, когда вижу сковородку. И у меня такой тебе бзик. Я вижу сковородку и каждый раз в зеркало. Думаю, какая же я ладненькая. А вы там с кем, в какой компании я видел вас? Мужчина, женщина, маленький ребенок? Это наши знакомые, мы тоже здесь познакомились в Турции. Тоже наши одноразовые друзья. Мы с ними уже на протяжении 4-х лет. Прям, знаешь, прям как имя какое-то, знаешь, как это, как... Нарицательное. Да, да, нарицательное. Одноразовые друзья. Мы познакомились здесь также в Турции на отдыхе в отеле. Не просто, вот как, допустим, ты живешь, а в отеле. И теперь мы кооперируемся и каждый год ездим со всех разных городов отдыхать сюда. Очень даже... У нас появился в этом году новый человечек, родившийся. Да, вот эта вот эта малышка. Да, девочка маленькая. Алиска у нас, наконец-то. Алиска растет, да. Алиска растет, да. Десять лет. Десять лет. Востория красного города. Десять лет. Мамина любовь? Мамина. Мамина любовь? Мамина, я пустую, да? Мамина любовь, да? Я не знаю, передает через стекло или нет, но такие роскошные платья. Они такие красивые. И, слушайте, сколько свадеб я видела. Я не видела на невестах вот таких платьев. Не видела. Это вот красное. Очень красивое. А здесь аж прям с короной на голове. Ой, прям роскошные платья. Роскошные. Красивейшие. Обалденные. Вот белые. Видимо, девушка работает в этом салоне. Вон, зашла такая, открыла. Ой, белая. Какое красивое. Пошли выбирать платье. Ну, женщина возрастная, видимо. Видимо, вот эта женится. Пайетками все расшитое. Свет поэтому дрожит. Искусственное такое освещение. Посмотрите, как красиво. Господи, какая роскошь. В салон не буду заходить? А я пошла в Гёч. Это по дороге в Гёч. Ох, блядь, распогодилось. Жарко. Время 12. У меня пока Валя была в гостях, пока то, пока сё. Сейчас я до Ахмета. А потом на такси сажусь. И в Крыгаджак еду. Да, понимаешь, всю прелесть того, где у тебя дом находится. А это уже центр. Это центр, центр, центр. Ну, так себе, да, центр? Такие дома, так рядышком. Вы посмотрите. Ой. Слушайте, распогодилась Трицаха точно. Точно Трицаха. Ещё же... Лицо Крем на марш. Всё пот проступает. Где, блядь, выйти, Господи? А, всё, поняла. Туда нужно наверх. Наверхнюю улицу и туда. Здесь купальник, шортики. Загорать, купаться, будем отдыхать. Эти турецкие дворы. Половину закрыта. Только туда, не туда свернёшь, всё. Пройдёшь потом полквартала. Ну, слава богу, я мало-мало ориентируюсь. Так. Мемаро до си. Так, а мне вот сюда. Дёч. Вот он находится. Вот он. Вот Гёч. А вот контора у Ахмеда. У меня будет сейчас Wi-Fi. Я напишу девчонкам. Спрошу, как там они уладили. Нет. Дело с Наташиным пальцем. А Савик укусила. Короче, девчули мои, если вам нужен лайфхак, как забрать деньги у турецкого мужика, спрашивайте. Я не буду от вас ничего скрывать. Пришла и забрала. Конечно, вот так он, скрипя сердцем, с ними расстался. Но со мной не забалуешь. Какой-то странный магазин. И чайники продаются. И турки, и углём всё перемазано. И вот турки прямо на земле валяются. Ой, самоварчики. Есть и с деревянной ручкой. У меня такая только была. Я её подарила. Женьке, что ли? Женьке, да, вроде бы подарила. Мне её Миланка подарила. А я сейчас спускаюсь, нажимаю кнопку такси и еду к девочкам. Зашла ещё таблетки купила от аллергии. Ну, конечно. Осы покусали. Сейчас будем таблетки пить. А куда деваться? Надо помогать. Всё, Инночка, уже в такси мучит. Это увлекательный был аттракцион. Всё успела. Всё сделала, всё успела. И уже мчусь на пляж в Кыргыджак. Здесь окно открыто. Здесь закрыто. На задних сиденьях. Зашла, воды купила. О, минералочки. Всю дорогу буду ехать и любоваться морем. Вот сейчас закрыто растительство. Но оно сейчас откроется. Там видно вдалеке море. Видно. Дальше дорога будет просто. Как будто бы морешка. Можно ручкой потрогать. Таксисты так гоняют. Ну, нафиг. Я простегнулась. Застегнулась. Сижу. Оно так надежно. Буду сидеть, водичку попивать. Убалдеть. Перекрутился. Что-то на грузке сделала. Кстати, я с таксистом сортовалась на 120 лир. У него оттуда заявка в 2 часа. Поэтому он со мной поехал за 120. Так, 250. Я говорю, а за 250 лир не поеду. Одной рукой на 17. Ну, я тоже. Не лаком шитая. Да, ведь? Буду ехать, любоваться. А на автобусе хер доедешь. Ну, как, доедешь, конечно. 32-й пляж. Но моя Клеопатра лучше всего. Лучше всего. Роскошный, да, Вида? Едь, смотри. Еще бы побухивать ехать. Хи-хи-хи. Я такое люблю. Очень. Пальмы, море. Вот перестегнула сейчас себя чувствую человека. Ну, не очень-то удобно, конечно, но безопаснее. Проехали Алисин пляж. White Gold Hotel. Торога на Каргаджак. А как километр Каргаджак? 50 граметров. 50? Сейчас 10 граметров. Ага. Канал, канал. Любуйтесь. Поусмур. Потом кисты. Махмутлав и Каргаджак. Такая хорохорич, да, сижу? Красоточка. Уже под колпачком сижу. Сзади бар. Сзади бар, впереди море. Я уже приехала в Каргаджак к девчонкам. Я сама маленько поснимаю пляж, чтобы вам было понятно. Девчонки лежат, загорают. Я нахер сразу же под солнцем, под грибком. Пляж выглядит вот так вот. Отель Утопия вот там. Вот там. Это мужик Утопия. Морюшко спокойное сегодня такое. Отличное просто. Хороший настроение. Алисика подбивает пивко. Я? Ничего. Ну, наверное, тоже сейчас буду пивко попивать. Не попала в камеру. Олеська пьет безалкогольное. Ах, безалкогольное, безалкогольное. Там солнце, такое все открыто. Ой, не могу. Ой, не могу. Я в теньке. Я в теньке, в теньке, в теньке. Наташа, куда ты убрала мою воду? Ага. Брось мне, пожалуйста, ее. Мила, она сидит, занимается, девочка. Уроки. Ей завтра в школу. Не дотянуться, я сейчас достану. Златик, достань, пожалуйста. Душ там? Не-не-не, моя минералка. Я хочу минералку. Ага, бросай. Бросай, бросай, бросай. Очень сложно лежа бросить. Златик, давай бросай. Злата, не в меня же, а на пол. Заметно стало жарче. Вылезла из-под грибка. У Олеськи уже аллергия на солнце. Уже таблетки пьет. Вот горы. Вот те красивые горы, которые у всех на фотографиях. Вон они. Может быть, я дойду до нее. Хотя, может быть, и нет. Сейчас планирую дойти до моря. Песня из Титаника играет. И девчонки еще даже не купались. Камушки такие. Если честно, как по дороге иду. Как будто бы, блядь, по трассе. Не очень комфортно ногам. Галька, Галька, Галька. Галька, Галька, Галька. О-хо-хо-хо-хо Какая роскошная вода О-хо-хо Потрясающе Потрясающе просто Вроде не штормит Я, наверное, успею с вами окунуться Смогу Камушки Ну, такое себе удовольствие Как-то на Клеопатрии-то мне Ну, это самый лучший пляж Конечно же О-хо-хо Как классно Ой, роскошно просто О-хо-хо Бирюзовая водичка Вот здесь уже дна нет О-хо-хо Вот На цепочках Слушайте Ну, море Оно везде море А пляж, конечно же Лучше Клеопатра Конечно же Безусловно Женщины купаются Все купаются Дети Женщины Вода теплая Слушайте, вот вчера Не вчера, позавчера Вода была прохладнее Становится теплее Вот два дня было пасмурно И вода остыла Сейчас вода снова начала нагреваться Снова Снова Какая вода Слушайте, жить у моря Это Просто Роскошно Просто Роскошно Море немножечко штормиет Ой Ой Вода роскошная Роскошная Просто Как стекло Пирс Без досок Ржавый пирс Зачем тогда его строили Если его никто не обслуживает А утопия-то Ну где-то Таксист высаживал Утопию я прям видела А сейчас не вижу Это же не утопия А конок Вот конок Ну короче Не знаю Телефон-то все-таки Не хотелось бы Замочить Поэтому пошла Я вас понесу На берег Чао, крошки Пойду Положу вас Сама пойду плавать Наташа хотела пойти плавать Душ Кстати, такой Приличный Душ Передевалки Без солнышка Получше здесь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому